Означает сильно секса хочу. Вот это, кстати, да, главная причина. Есть как бы или тяжелая карма означает сухо стильно мужчина, он просто даже не знает, как к женщине подойти, он вообще даже боится к ним подходить, такие мужчины есть, боятся к женщинам подходить. Тяжелая карма означает духовная жизнь для такого мужчины. Он занимается духовной практикой, сердце становится мягким, оно раскрывается, начинает чувствовать энергию любви и потом спокойно он женится или остается монахом и как бы он тоже счастлив там. Если он там счастлив, монахом остается здесь счастлив, найдет себе жену. Но есть это, понимаете, вот эта вот плохая карма, это даже не самая большая проблема для мужчины. Самая большая проблема это та, о которой я вам сейчас расскажу. Вот эта проблема действительно проблема. Это когда у мужчины постоянно вот здесь вот перед глазами картинка голой женщины. Когда он постоянно сексом с ней по ночам занимается этой картинкой, еще и помогает себе в этом. Есть же чем помочь. Когда мужчина постоянно думает о сексе, то его психика, она становится настолько слабой в мужском плане, что у него никаких шансов с женщиной строить отношения нет. Потому что когда он начинает с женщиной общаться, она эмоциональная по природе, женщина по природе эмоциональная. Но мужчина, который постоянно думает о женщинах, он таким же эмоциональным становится. И женщина, она не может его выдержать. Она даже рядом с ним находиться не может, потому что он очень обидчивый, очень придирчивый. Он постоянно ноет, стоит, ему все не так. И женщина, когда это видит, она сама же такая по природе. Вот. Она думает, ну все, я не могу с этим. Но женщина по природе такая. Ей это правильно так такой быть. Вот женщина правильно быть обычевой, придирчивой, капризной. Эта женщина, это нормально, потому что она соткана из энергии любви. Энергия любви очень чувствительная. Но мужчина должен быть мужчиной. И поэтому веды объясняют, если мужчина хочет быть успешным в жизни, он должен часть жизни провести в аскезах. Он должен забыть о женщинах. Как в первой песне поется. Первым делом, первым делом. Самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Означает, что он станет женатым потом обязательно. Почему? Потому что он разовьет себе мужскую силу таким образом. Видите цену, какую надо отдать. Если женщина хочет замуж, она должна отвлечься от этой идеи и начать служить всем. Мужчина хочет жениться и хочет секса, должен забыть о сексе и заниматься аскезами. Видите, как интересно мир этот устроен. Он всегда нас поворачивает наоборот, для того, чтобы достичь счастья. Даже в этом мире надо повернуться наоборот. Поэтому веды и говорят, что цель человеческой жизни находится внутри, а не снаружи. Человек должен искать то, что дает ему счастье и страдания. Он должен искать Бога. Совесть, счастье, энергия счастья – это энергия Бога. Совесть – это Бог. Все это отсюда. Вот из сердца идет. Счастье отсюда вырывается. Совесть отсюда идет. Знания о будущем отсюда приходят. Все это то, чему мы должны искать. Это самое главное, самое надежное в жизни. Знание о судьбе, оно спасает от проблем. Человек знает, что вот так будет в моей жизни, он успокаивается сразу. Это глубокое очень знание. И человек должен всеми силами его искать в своей жизни. Потому что, когда он его ищет, то у него все решается вокруг самого. Потому что он знает, как все это решать.